Добрый день, меня зовут Юрий, я руководитель школы тайского массажа. И я хочу свое мнение высказать по поводу веда пульса, программного комплекса, который использую в своей практике. И некоторые особенности работы с ним, то есть есть там свои тонкости, которые нужно учитывать до приобретения аппарата. То есть один из ключевых, который следует учитывать, допустим, до того, как взяли этот аппарат, я главным как бы останавливающим фактором для меня был, решающим, это достоверность данных. И что сейчас, как я вижу теперь, вот этот параметр, насколько достоверны данные в анализе своих пациентов. И я вижу такой аспект, что аппарат показывает текущее состояние без учета антропометрических данных. То есть он не учитывает ни жирность кожи, состояние волос, состояние тканей, психоэмоциональное состояние. Таким образом, для качественной работы с этим аппаратом нужны знания. Я использую именно, я имею в виду, аюрведические знания по определению конституции человека. Его викрите, то есть доши. Ту, которая сейчас имеет. То есть аппарат позволяет подсказать склонность у человека к определенной доши в текущий момент. И этим он облегчает очень сильно работу. И для профессионала это будет золотой просто источник. Он очень помогает. Но если вы рассчитываете без повышения квалификации, без повышения своих знаний использовать этот аппарат, то я думаю, это не лучший вариант. Следующий аспект. То, что рекомендую использовать именно данный программный комплекс в динамике. То есть не смотреть только на одну точку в пустоте пространства, а выстроить как минимум два временных фактора в съеме параметров. То есть в один день и через неделю. Снять и увидеть, что действительно есть дисбаланс в какой-либо из тканей, либо в субдоши, либо в доши. И через несколько дней это уже динамично и показывает очень реалистичную картину. Другой вариант сделать анализ под нагрузкой. То есть провести диагностику и тут же попросить сделать статичные позы, либо динамичные виньясны. То есть динамичные позы, такие как просто приседания, которые показывают, за счет чего происходит восстановление затраченных ресурсов, за счет каких мы механизмов. И тогда также мы имеем возможность увидеть состояние более четко у человека. И мое вам пожелание, чтобы вы использовали этот аппарат с головой. То есть с повышением своей квалификации по правильному распознаванию параметров, которые говорят о склонности человека к одной или иной доше. Исходя из его манер общения, то есть скорости речи, скорости движения глаз, это один из проекций нашего мозга, который тут же говорит о преимущественно ватте, пите или капхо конституции. И следующее это состояние опорно-двигательного аппарата, сухость, влажность кожи, волос, ну и так далее. Изучайте и я вам желаю осознанного отношения к инструментам, которые подносят нам жизнь. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok